Техника опила Первая функция в форме миндаль Это нижняя боковая сторона Соблюдая параллельность боковой оси пальца Мы работаем на нижней боковой стороне Вот таким вот образом Мы выполняем сейчас ровную нижнюю боковую Переходим ко второй стороне Делаем то же самое Второй пальчик Второй ноготочек Нижняя одна Здесь у нас немножко больше материала Подвисло на боковой Оттягиваем кожный валик И выполняем ровную линию Пилка у нас четко идет Параллельно боковой оси пальца Работаем по диагонали То есть заводим пилочку Вот так вот слегка под ноготочек На свободном крае И работаем по диагонали Чтобы не перепилить стрессовую зону Работайте с края ногтя И вы постепенно подниметесь Именно в ту точку Где должен стоять материал Смотрим Обязательно проверяем Контролируем каждое свое движение Пока у вас не доведется Это форма до Скажем так Автоматизма Ровная линия Теперь вторая функция Это верхняя боковая То есть непосредственно Сама форма Которую мы будем видеть сверху Ставим пилочку В стрессовую зону Нам важно не перепилить Параллельности в первой зоне И теперь Слегка нажимая На крае удлинения Начинаем закругление формы Поскольку мы выкладывали Уже закругляя ее Нам остается В апиле Просто легкими движениями Придать форму ногтю И третья функция Мы выводим Непосредственно саму линию Миндаля Проверяем Теперь нижнюю боковую Вот так вот у нас получилось Вот так вот у нас получилось Здесь же мы можем сразу Посмотреть параллельности Задней боковой И передней боковой То есть они должны быть параллельны друг к другу Так же как и в квадрате И уходить На краю удлинения Вот здесь вот на нет Второй ноготочек Стрессовая зона Выводим параллельность Пилку держим Под углом 90 градусов И параллельно центральной оси пальца Параллельно центральной оси пальца Вывели И теперь нажимая слегка на край удлинения Мы производим закругление ноготочка Третья функция Выводим линию миндаля На свободном краю На краю удлинения Смотрим У нас потом поуходят еще вот эти вот остатки от материала Отвил Я теперь довожу их То есть форму я уже основную линию задала Теперь мне остается только доработать ее До идеального вида Вот так Смотрим симметричность Центральной точки ногтя Вот этой Чтобы шло симметричное обжатие С правой и с левой стороны Может быть вам не очень хорошо видно Но Я могу вас заверить, что Хорошая ровная линия получилась у нас Абсолютно симметричная Это также зависело у нас от правильной постановки форм Проверяем одинаковость линий Чтобы мы уже не возвращались На свободный край Чтобы не был один более зауженный Второй более заваленный Одинаковость Есть И приступаем к четвертой функции Четвертая функция это зона кутикулы Работаем в технике опила Конвейерным методом То есть каждую функцию Выполняем на всех Десяти пальцах Если я сейчас опиливаю кутикулу То значит кутикула у меня будет обработана На всех Десяти пальцах Только после этого я перейду к следующей функции Обращайте внимание на захваты пилок На захваты Руки На движение пилки Четвертая функция выполнена Зона кутикулы И вот эти вот боковые стороны То есть там где может быть объем Мы уже выполнили Теперь пятая функция Это зона свободного края Мы работаем здесь пилкой на себя Пальчик наклонен в обратную сторону Слегка может быть градусов 30 наверное вот себя И работаем пилкой Движением на себя Захватывая одну треть Натурального ногтя Вот эту зону Таким образом мы выполняем Утоньшение свободного края И придаем Правильную форму Прокручивающими движениями То есть вот так вот пальчиком Проворачиваем И Отправа Справа налево Дай мне тут указательный Второй пальчик И теперь шестая функция Определяем зону Наивысшей точки И выводим ее Вот такими полукруглыми движениями Видом сбоку Наблюдаем Где мы ее расположим И соединяем все функции Смотрите продолжение в следующей части Вот это машина будет еще один. проверяем у нас есть ровная боковая нижняя у нас в правильном месте наивысшая точка находится между второй и третьей зоной натурального ногтя и у нас идет плавная линия по направлению к краю удлинения по направлению к краю удлинения Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но по-другому и не получилось бы. То есть, либо делать все абсолютно толстыми, либо один немножко толще, но на общем фоне он никак не будет выделяться, и этого не будет видно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, у нас готовы наши смоделированные ногти. Мы выполнили опил, мы проверили форму, она у нас одинаковая. Мы сравнили длину трех внутренних пальцев, они точно так же одинаковые. Средний пальчик у нас сам по себе немножко шире, поэтому он и визуально получается шире. Еще он и трамплинообразный у нас. Вот такая форма при виде сбоку получается в миндале. Ровная нижняя, боковая, наивысшая точка. То есть, у нас соблюдены абсолютно все правила архитектуры построения миндаля. Вот что у нас получилось со средним пальчиком. Такие у нас получились безымянные и указательные. И слегка объемнее получился у нас средний палец. Теперь мы покрываем их финишным гелем, либо это может быть гель-лак, то есть, все что угодно. Я на этих ноготочках буду выполнять дизайн, который вы увидите в следующих роликах.